Знаете, где жить хорошо в таком объеме квартиры не продают? Где вот эти дома, здесь как раз были фашисты. Сколько стоит кусок асфальта? Это реально в тюрьму, в больницу какую-то пришел. На рендерах застройщика просто офигенное зеленение. Рисует одно. Сушатся одежда. По мне это худший вариант, что вообще может быть. Но вот я не представляю родителей, которые бы здесь смогли бы коляску поднять. О, ведутся пусконаладочные работы через Пулковское шоссе. Надземный переход. Все эти дворы-колодцы. Мусоросборочная площадка прямо в доме. Это вот уже классика от застройщика. Видим, что классная эффективность здания С, здания С. Между вот этим и этим зданием тут, наверное, дай бог метров 20. Вот смотрите, здесь аналогично. И как мы видим, что ничего не подсоединено. Видим, как управляющая компания. Ох, какая пылища идет. Странно, что нет колючей проволоки. Такое ощущение, что сюда первый раз кто-то приезжает. Свой променад, свет падает и видны вот эти все. Видим садик, видим, соответственно, школу. Основной, конечно, вопрос. Давайте все поля колхозные застроим новостройками. А теперь давайте вместе посмотрим, как у нас... Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Зеленый квартал, парадный ансамбль, Югтаун, плюс Пулковский, Пулково-Лейк. Все эти жилые комплексы объединяет чистовая отделка, дворы-колодцы, малоэтажная, но плотная застройка, наличие детских садов и школ. Квартира графини блещет ни один из проектов. Везде преобладающее большинство – это студии и однокомнатные квартиры. Стоимость за однокомнатную квартиру варьируется от 5 миллионов в 900 тысяч рублей, где плюс Пулковский – явный ценовой фаворит. И до 7 миллионов рублей, где Пулково-Лейк – явный аутсайдер. В 50-х годах было создано водохранилище на реке Пулковка для орошения земель Шушарского совхоза, где сегодня возводят Пулково-Лейк. А маркетологи-застройщика водохранилище обозвали озером. А ведь между водохранилищем и озером большая разница, но это другая история. Чистовая отделка у всех. Разный срок реализации проектов. Дворы и колодцы – свежий тренд Пулковских высот. Часть проектов расположена в Московском районе, а часть – в поселке Шушары. Сегодня с вами пройдем по комплексам, посмотрим, что здесь с транспортом, инфраструктурой, как выглядят зданные дома и разберемся во всех особенностях проекта. Ну а вы, как обычно, поддержите меня лайком, вашим комментарием и подпиской на канал. Погнали! За Пулковским шоссе у нас Шушары, здесь у нас еще Московский район. И первый жилой комплекс, который уже полностью окончен, это «Зеленый квартал» на Пулковских высотах от Сеттлгрупп. Сегодня у нас 9 сентября, понедельник, время 10 часов. И, как мы с вами видели, Пулковская трасса очень оживлена. От нее большое количество шума, приходится очень громко разговаривать, чтобы переговорить шум от проезжающих машин. Одни из первых зданий, которые здесь возвел застройщик. Комплекс достаточно компактный, малоэтажный, это приятно. Отличаются очереди озеленением и наполнением в дворах. Здесь уже есть и коммерция, и социальные объекты. Ну, в принципе, здесь уже жизнь бьет ключом. Основной, конечно, вопрос – это выезд и заезд в свой жилой комплекс. Переходим улицу Георгия Гречка. И только обратите внимание, какое здесь количество машин. Это, друзья, 10 утра, еще не все выехали. Тут вот припарковаться практически нет мест, все достаточно плотно. Комплекс завершен, а вот что-то фонарь забыли установить. Видите, провода только торчат. Одна из центральных улиц, здесь видна проезжая часть, видны тротуары, кустики, такая трава, деревьев нет. Были бы деревья, здесь смотрелось бы все намного лучше. Здесь хотя бы нормальное расстояние между домами, а вот здесь, конечно, уже достаточно скромненько. Напомню, что на последних этажах это мансардные квартиры, но при этом вот это все – это бетон. И сверху вот такие окна. То есть, получается, у тебя классических вот этих окон нет, только вот такие сверху. Есть, где квартиры есть и классические окна, и вот такие сверху есть, где просто вот у студии, например, вот такие окна. Смотрятся очень специфически, потому что, чтобы что-то увидеть, нужно табуреточку подставить и, соответственно, выглянуть в окно. Один из соцобъектов сданных. Видим садик, видим, соответственно, школу. И пока вот эта ближайшая школа, которая ко всем, друзья, этим комплексам. Но понимаем, да, что когда будут распределять детей, то Шушары – это Шушары, Московский район – это Московский район. А сейчас прогуляемся с вами по аллее и подойдем к одной арке. Когда я, помню, снимал видео, там уже происходила деформация штукатурки у арки. В том году я приходил, там было видно, что уже куски даже отваливались. Закрытые дворы без машин, где можно беспрепятственно заехать и пройти. А это известный фасад плача. Обратите внимание, как штукатурка валится вниз. Мне вот интересно, как застройщик выполняет свои гарантийные обязательства через свою управляющую компанию. Сделали они это интересно или нет. Здесь мы с вами уже видим деревья. Вот эти очереди сдавали чуть позже. И, соответственно, там все намного-намного поинтереснее во дворах. А когда преломляется свет, видно, что штукатурка сделана, ну так, кривоватенько, мягко говоря. Могли бы сделать ровнее, но это же комфорт-класс. Здесь мы с вами видим уже озеленение поинтереснее. Да, вот, конечно, вот так от света смущена эту штукатурку. И, ну, как-то так, знаете, кривой косой дом могли бы сделать ровно. Здесь нормальное расстояние, нормальное озеленение, нормальные дворовые площадки. Здесь мы с вами видим, вот есть лежаки. Не знаю, пользуются ли ими жильцы. Кусты красивые. Сейчас мусор убирают. Только непонятно, кто нет фирменной одежды от управляющей компании. Здесь вот что-то даже растет. Не знаю даже, что это. Не яблочки. Кто знает, напишите. Ну, вот, в принципе, вот так красиво. Сейчас пойдем посмотрим самые крайние изданные дома, как у них там. И пойдем в следующий комплекс. Сама архитектура, на мой вкус, достаточно интересная. Интересно сделана. Последние пятые этажи мансардные. Там различные есть балконы. Есть побольше по площади, поменьше по площади. Но вот, конечно, когда смотришь на фасад, и вот видны вот эти все изъяны. Не знаю, почему застройщик не смог это сделать более ровней. Как мы видели, например, это сделали в жилом комплексе «Наука», где там, скажем, практически идеально ровная стена. Если посмотреть на сам фасад, то на таком хорошем уровне, скажу вам, сделано. Потому что обычно это все более криво и косо. Тут устроит трест-то очень все, друзья, четенько. Это, наверное, пожалуй, один из лучших фасадов, которые я видел по данной технологии. Конечно, когда на ровную стенку смотришь, это все совсем выглядит по-другому. А здесь вот смотришь, издалека вроде нормально, а вблизи смотришь, вот как сейчас, да, вот сюда. Свет падает, и видны вот эти все недостатки поверхности. А, ну, видите, как работает частный бизнес, студия красоты, тату, перманент, все как надо. Арку, кстати, я прошел, арку сделали, я даже удивился, потому что она столько лет стояла в убитом состоянии. Ну, все окрасили, все красиво. Молодец застройщик, справился. Свой променад, небольшое количество деревьев возле школы. Саттловские указатели, что это парковка для велотранспорта, что в эконом, что в комфорте, что в бизнесе, что в летних везде все вот это одинаково. По мне, это, кстати, странное такое решение. Я бы, наверное, даже сказал бы ни к селу, ни к городу. Вот столб стоит. Ага, вот оно тучет дальше. Ну, и также понятно, что это парковка для велотранспорта. Знаете, такое ощущение, что сюда первый раз кто-то приезжает на огромное количество велосипедов, и для них вот это сделано. То есть зачем было тратить на это деньги, непонятно. Но вот сделали на такую концепцию. Школу-то, смотрите, еще его делают. Ох, как красиво взлетает самолет. Самолеты здесь летают очень часто. Фотографии можно делать, конечно, классно. О, звук пошел. Круто. Да, приятно, конечно, видеть вот такой красивый забор. Странно, что нет колючей проволоки. Не понимаю, почему его застройщик не смог повесить. Было бы здорово. Какую красоту строят. Молодцы. Ого. А, вон колючечка здесь была. Была колючечка. Демонтируют. Вот ржавые входные двери. Это, вот, не знаю, мне кажется, уже классика от застройщика. Был во многих проектах. И почему-то они просто вот уже только дом ввели в эксплуатацию. Они уже требуют капитального ремонта, либо просто замены. Вот здесь мы видим алюминиевые его двери. Вот они не заржавели. Вот только вот здесь видно металл какой-то. Или так, а, металл, да. Вот, с ржавчиной. А здесь, конечно, какой-то у застройщика трындец. Не знаю, почему никто не обращается по гарантии. Это все работает по гарантии. Ну, гидроизоляция, да, у нас это тоже. А, маша и так нормально. Пойдет и так. Тут тоже. Ну, вот, я сейчас не буду ко всему здесь придираться, потому что есть большой обзор этого комплекса. По объектам с этого у них примерно одни и те же косяки везде. Есть различные жалобы на неработающую вентиляцию, на плесени в квартирах. Но вот в зеленом квартале я пока не слышал про плесень. Если, кстати, кто-то здесь живет и что-то есть такое, напишите обязательно в комментарии, друзья. Ну, вот так выглядят крайние корпуса, которые застройщик ввел в эксплуатацию. Обращаю внимание, что вот огромное количество пустых баков здесь стоит. Не понимают, для чего, для кого это оно. Тут видим, что не доделали, не достроили. Вот сейчас работа, тяжелая техника, пылища людям все идет в окна. Спасибо. Так. Ну, тоже одно из решений. То есть, когда идет дождь, понятно, что земля будет сюда уходить. Потому что, когда ты делаешь что-то под наклоном, ну, надо, конечно, думать. Английский язык. Слушайте, как много людей в стадии после коронавируса дома работают. Ох, какая пылища идет. Просто капец. И вот этим всем дышат люди с утра до вечера, потому что техника работает. Спасибо. Красавцы. В последних очередях, конечно, дворы и озеленение чуть лучше, чем первых. Это вы сами видите на своих экранах. Я, кстати, не знаю, кто-то вообще здесь загорает, лежит. Ну, вроде такие поюзанные, да? Ну, тоже вот странно, да? Вот лежаки есть и больше ничего нет. Просто обычная трава. Идешь ты такой, идешь по тротуару. А тут бабах тебе и огорожено. А чего огорожено? А потому что они почему-то решили новый асфальт демонтировать. И вот так его закрыть. Когда это все исправить, непонятно. Возможно, здесь проходит газ. И что-то они забыли, соответственно, сделать. А вот здесь видим такую искусственную возвышенность. Как раз под уровень балконов. И, соответственно, вот она трава вся пожухла, потому что ей нужно поливать. Это обычная была, вот видно, рулонная трава. Понятно, что чтобы было все зелень, надо поливать. Ну, вот видим, как управляющая компания справляется со своими обязанностями. Здесь очень большое количество клевера растет. Если бы подстригали, это было бы здорово. Раз, два, три умерших деревца. Почему не обратились по гарантии, тоже непонятно. Потому что гарантия на зеленое насаждение два года. И все бы могли бы, соответственно, заменить. Вот это кусты. Ну, если это так можно назвать. Ну, по мне, кусты, вот когда вы рисуете, знаете, застройщики их на рендерах. Такие красивые, густые. А где это все? Почему этого ничего нет, непонятно. Вот здесь, видите, они чуть больше, а там кустов практически нет. Ну, а как мы с вами видим, в последних очередях уже намного стало приятнее, чем, соответственно, было. Тут видим большое количество стеклопакетов. Какие-то лопухи повырастали. Колючки, наверное, или еще что-то. А если обратить внимание на фасад здания, то видно, что вот серебристым таким закрыты окна. Потому что солнце, когда жарит, очень жарко в квартирах. Поэтому люди используют любые средства, чтобы избавиться от жары. И здесь мы вот видим, как водичка протекала по фасадику. Вот так. Ну, вот приехать по мне остановиться, взять в аренду посуточную квартиру. Ну, или просто здесь в аренду, да, можно. В субе бы я бы навряд ли купил бы. Улица Стровая, 6 строений, 1. Поворачиваем камеру влево и видим видеокамеру и раскрытую, открытую распачечную коробку. И как мы видим, что ничего не подсоединено. То есть понимаем, что видеонаблюдение здесь не работает. За это можно кому сказать спасибо правильно, управляющей компанией. Смотрю на балконное остекление. И вот, знаете, непонятно, то ли это конденсат, то ли еще что-то. Потому что вот если вниз обратить внимание, то здесь видно. Вот видите, все белое. И причем это вот не единственная квартира. Ты камеру поворачиваешь, смотришь дальше. Вот смотрите, здесь аналогично. Тоже конденсат и все вот как-то так. Есть профессионалы. В чем проблема? Жилой комплекс «Зеленый квартал». И мы вот видим дорогу-дорогу, и она упирается вот сюда. То есть здесь будет соединен со вторым комплексом от Сетл Групп, который называется «Парадный ансамбль». Но это понятно, что будет не скоро. Видим речку, видим уточек. Если это назвать можно, речка, даже не знаю, как это называется. Значит, обращаю внимание, что вот дорога. Выходим с вами на Пулковское шоссе. Вот такой недо-тротуар только есть по одной стороне. Сейчас быстренько перейдем дорогу. Впереди видим знак «Уступи дорогу» и поворот только направо. То есть, соответственно, все автомобили поворачивают туда. То есть, получается, у нас налево ехать это будет в сторону центра города, а направо это выезд из города. И там надо делать большие круголя для того, чтобы развернуться и, соответственно, поехать обратно. Видим, что уже и тротуар этот заканчивается. И вот как перейти дорогу, честно говоря, непонятно. Здесь единственный момент, чтобы перейти, это нужно дойти до перехода надземного, который аж вот там. По этой стороне, когда трассы есть, здесь тоже нет ни переходов, ни светофора вообще. То есть, людям на ту сторону не перейти. То есть, получается, что вообще изначально и не рассчитывалось на то, что люди смогут перейти на другую сторону. Где Шушары, где вот он виден Юттаун. И вот там дальше, вот сейчас, где кран, ой, не кран, а этот экскаватор, это проект от ЛСР. Итак, у нас с вами получается для того, чтобы пройти, единственная возможность – это идти вот так, друзья. До пешеходного перехода тут, наверное, метров 300-400 топать вот так вдоль дороги. И это достаточно опасно. Больше ничего здесь не предусмотрено, ничего не построено. Конечно, понятно, что пешком ты только пойдешь на свой страх и риск. Или, как часто бывает, едешь, когда здесь по дороге, видишь, как люди просто перебегают, рискуя своей жизнью. А теперь давайте вместе посмотрим, как у нас город чтит память, чтит нашу историю. Вот смотрите, здесь проходила линия фронта в годы героической обороны Ленинграда от немецко-фашистских войск. 1941-1944 года. И вот такой монумент. Вот к нему есть спуск. А как сюда пройти? Уважаемый губернатор, где? Где указатель? Где вообще что-то? Всем, как говорится, насрать. Смотрите, какой хороший ракурс. Вот он, разделитель они поставили. И вот так надо только обойти. Нет остановок каких-то, нет никаких знаков, вообще ничего. Почему вот до этого дошло, мне, честно говоря, непонятно. Памятное место. Могли бы с вас заезжать автобусы, проводить экскурсии. Но это никому не надо. Давайте все поля колхозные застроим новостройками. Вот так, друзья, выглядит уже современный двор. Озеленение и советская застройка. Это дорога как раз к парадному ансамблю. Вот, получается, за моей спиной Пулковское шоссе. Чуть дальше деревья помогают изолировать звук, потому что звук, конечно, трындец. Очень-очень громко. Площадки сделали интересные, современные. Деревья, понятно, еще советских времен. Вот все это было посажено. Но вот здесь тоже, да, вместо обычного набивного покрытия, камни есть большие, чтобы дети, если долбанулся, то сразу разбил коленку или ногу. Могли бы сделать резиновое, вот как там. Но почему-то здесь решили этого не делать. Сэкономили. Другой дороги я, друзья, не нашел. Как можно пройти пешком или проехать на автомобиле. И вот по этому иду. Не удивлю, что здесь еще застройщик предположил, что вообще можно было бы пройти. Аромат от травы, которая просто растет в этом поле. А сока, колючки. А вот и впереди комплекс. Парадный ансамбль – это аналогичный проект. Один в один, как и зеленый квартал. Только вместо вот этих крыш под углом. Так как там не очень все это хорошо продавалось, они просто сделали все прямо. Стандартные классические ровные стены. И, соответственно, окна. Изменили фасад. Изменили отделку входных групп. И сделали другое название. А даже вот здесь видно. Между вот этим и этим зданием. Тут, наверное, дай бог метров 20. Совсем небольшое расстояние. Все достаточно плотненько. Так же, как и в зеленом квартале. Здесь что-то похоже, как раньше был стадион. Но вот теперь все в колючей проволоке. Вообще непонятно, что это за такое место. А, трансформаторная подстанция. Понятно, вот она. А это громоотводы. Вот. Не знаю, может быть, есть какой-то другой путь, как сюда пройти. Но вот, например, Яндекс меня повел этой дорогой. Я вот пока шел, другую дорогу тоже, к сожалению, не видел. Первые дома, кстати, здесь уже сданы в этом году. Южный район теплоснабжения, эксплуатационный участок 31. Ну, вот понятно, да, что вот это никто никогда не демонтирует. Ага, вот тут справа можно пройти. Да, дорога, конечно, здесь тренгец. После такой дороги нужно потом будет всего в химчистку сдавать. Издалека дома выглядят симпатично. Видим, что на последних этажах окна больше, чем у остальных. Вот это не знаю, чья территория застройщика, не застройщика. Но тут какая-то, знаете, техническая дорога возле ТЭЦ. Работа здесь и работы. Видим, тут и бетон, и арматура, куча строительного мусора. Работать здесь еще и работать. Понятно, что у нас очень любят сдавать новостройки, а ключи выдавать в течение максимум полугода. Так, тут вообще непонятно, как туда пройти. Сейчас попробуем. Ну, вот видим, здесь пять елок, которые, похоже, умерли. И, знаете, я не удивлюсь. У меня мысли есть, почему они здесь умерли. Если у кого-то тоже есть мысли, поделитесь в комментарии с нами. Ну, здесь, к сожалению, друзья, все закрыто. Ну, что, из-за зеления здесь такие кустики, их очень-очень мало. Фасад из кирпича смотрится симпатичнее. Здесь уже, видите, вот такая крупная плитка. Вот издалека не вижу кляймеров. Похоже, их здесь нет. Но фасад, по мне, смотрится посимпатичнее. И, конечно, последние этажи вот с такими большими окнами, конечно, намного, по мне, интереснее, чем у зеленого квартала. Ну, да, обращаю внимание, что плитку сделали больше. И сразу внешний вид совсем другой. Первый этаж, вот, кляймеры появились видны. Видим, что классная эффективность здания С. Здание С нормальный. Да, сверху тоже видны кляймеры, а издалека они в цвет плитки, и, соответственно, они совсем не бросаются в глаза. Классные, кстати, балкончики, вот эти угловые, обратите внимание. Но вот здесь сделано так намного все более четко. Да, парадный, кстати, что-то мне это больше нравится. Такой посимпатичнее выезд или выезд в паркинг. Паркинг сухой. Смотрите, как кирпич красиво-то смотрится. Очень крутенько. Красивенько так. Вау. Уходная группа. Мусоросборочная площадка прямо в доме. Это вот уже классика от застройщика. Здесь, обращая внимание, вот люки покрасили в черный, смотрите, какие они красивые. Здесь какие-то эти листики такие, деревца нарисованы, прикольно смотрятся. Входная группа, вот я просто не знаю, сданное это здание или нет, придираться не будем. Здесь в дальнейшем положат коврик либо щетку для вытирания ног. Видим входную группу, видим лифтовой холл, видим, что мы еще обрамление доделали, почтовые ящики в уровне с стенкой, тоже красивая плитка, датчики, видеонаблюдение. Ну вот, слушайте, смотрится прикольно. Здесь тоже, наверное, закроют и не будет лепешек видно. Лестничный марш. Тут вот такая, знаете, базовая окраска. Держится так себе. О, тут большое зеркало. Ну, в принципе, все, знаете, без какого-то такого энтузиазма. Все просто, но, в принципе, нормально. Вот цоколь-отделка из плитки. Разметка под автотранспорт, вот места для инвалидов, обычные места. Не знаю, вот напишите, как на ваш взгляд, на мой, или почему-то пора, на самом как-то более симпатично. Да? Что скажете, друзья? Вот, я полагаю, за счет кирпича, за счет крупной плитки, вот таких декоративных элементов в этой смуте смотрится поинтереснее. А так, в принципе, по расположению тот же зеленый квартал. Что, пошли в следующий жилой комплекс. На счет ключей, когда, соответственно, уже людям выдавать, я сюда приеду обязательно, и уже проведу полный обзор, посмотрю все плюсы и минусы этого жилого комплекса. А так, на сегодня у нас просто обзорная экскурсия. Вот там прямо получается Пулковское шоссе. Что, знаете, заезжать-выезжать отсюда, что заезжать-выезжать зеленого квартала одинаково. Потому что, когда ты едешь из города сюда, в комплекс, то, соответственно, это все по пути. И тебе достаточно удобно и комфортно. Другой момент, когда ты отсюда выезжаешь. Потому что выезда налево нет, только направо. И вот если в картах посмотрите, Яндекса или Гугла, то увидите, какое там количество нужно провести манипуляций, чтобы выехать. И вот там как раз начинается пробка. Потом плотное достаточно движение в сторону Санкт-Петербурга. А вот, друзья, и плюс Пулковский. Здесь вот видно, как все это будет в дальнейшем выглядеть. Все эти дворы-колодцы. Это плотная застройка, но малоэтажная. Понятно, что если сделать больше расстояния, то ты построишь меньше домов. Это меньше квартиры, меньше заработаешь. Итак, мы видим, что проектное финансирование от дома РФ. Это самый дальний комплекс в районе. Соответственно, паспорта объектов. Видим с вами монолитный конструктив. Заполнение газоблоком. В отличие от зеленого квартала, здесь застройщик не стал сразу же делать. Что-то выдумывать. А просто построил классические дома, возвел. Видим большое остекление. Смотрите, какие большие есть проемы. И видно, что они все одинаковые. Знаете, нет такого, что первый, второй, третий этаж, там четвертый. Один проем, а выше, соответственно, другой. Ну, здесь понятно, что он сдается чуть дальше, чем все остальные. Но при этом, если обратить внимание на рендеры застройщика, то, соответственно, смотрится все намного интереснее. На данный момент стройка вот выглядит вот так. Здравствуйте. Не уберу. Ваши требования законные? На основании чего? Какого закона? Это какая статья, какой закон? Вот так, соответственно, выглядит Плюс Пулковский на данный момент. Сделаю вставки рендеров застройщика, чтобы было понимание, как застройщик позиционирует этот жилой комплекс. А сейчас мы пойдем через пешеходный надземный мост. Посмотрим вообще, что там. Можно ли там вообще подняться или там какой-то ужас-ужас. Времени 11 часов 20 практически минут. Но посмотрите, что какое большое количество автотранспорта, что идет и из Санкт-Петербурга, и что идет в Санкт-Петербург. Пулковское шоссе – это достаточно оживленная трасса. Хотя здесь написано, что до Площади Победы всего лишь 11 километров. Если не ошибаюсь, заезд в Сетловский проект парадный ансамбль, как у вас в окне, вот здесь. Вот это еще строится. А вот это, могу ошибаться, но полагаю, что сданные уже дома. И сейчас все готовят для того, чтобы выдать ключи, ну и, соответственно, достраивают. Как мы с вами видели, что там еще работа у них есть. Получается, на поворот, где заправка, так нефть, и вот там по дороге прямо и направо. Смотрю на стоимость 95-го бензина и просто честно офигеваю. Смотрите, сколько много людей на остановке. И это времени у нас полдвенадцатого. Ну что, друзья, впереди мы с вами как раз и видим пешеходный надземный переход. Вот, зайдем, посмотрим, как вообще возможно ли пользоваться, есть ли там лифты, и как сделаны удобства для маломобильных жителей, для родителей с маленькими детьми, которых надо возить в коляске, и для инвалидов. Вот он знак. Значит, здесь мы с вами видим, что есть лифт для инвалидов, но такое ощущение, что никто не пользуется. Нужно куда-то там позвонить, вызвать диспетчера. Вот не знаю, работает это здесь или нет. Внешний вид, конечно, здесь такой уставший, все уже в ржавчине разваливается. Вот эти полозья, как я обычно говорю, для пулемета Максим. Поднимаемся наверх, отделка здесь, профнастил и поликарбонат. В жаркое время здесь, как в парнике, о, уже поднимаешься выше и чувствуешь. Пошла испарина на голове. То, знаете, можно бесплатную баню организовать. Вот эта труба. Через Пулковское шоссе. Ничего не отмыто, все в грязище. Не понимаю, почему было не сделать стекло, чтобы хотя бы был бы вид на продвигающие, движущиеся автомобили. Да, впечатление такое, знаете, никакое. Жуткое место. И вечером, наверное, здесь даже не каждый решится пройтись. Аналогичный спуск. Спускаться комфортно. Высота ступеней минимальная. Хорошо здесь ее подобрали. Спускаешься вниз и уже прохладнее становится. О, как хорошо. Наверху, конечно, очень жарко. И такие переходы, друзья, строят по всей России. Огромное количество денег на это выделяется. Смотрите, качество, да? Качество. О, ведутся пусконаладочные работы. Просим извинения за представленные неудобства. Ну-ка. Да, он не работает, друзья. Если вы захотите подняться, то вам это не получится. Вот видите, есть заводской номер. Срок эксплуатации до апреля 31 года. Дата текущего свидетельства 27.04 уже прошло. Временно мы работаем. Да, здравствуйте, спасибо. Просто проверял. Жутко, конечно, у вас здесь. Благодарю. Нам даже ответили, я, честно, не ожидал. А теперь мы с вами идем прямо и повернем направо, где Югтаун от застройщика КВС. С очень красивыми и выдающимися рендерами. Что-что. А застройщики рисовать научились хорошо и продавать нам эти картинки. Но кто видел мой обзор с приемки квартиры в Югтауне, тот знает, что все картинки – это просто картинки. В жизни все иначе. А остальное, в принципе, не важно. Обращаю ваше внимание, почему вот так накладка сделана, тоже непонятно. Кто-то серебристый, а это черного цвета. Спасибо за садик. Что еще расстраивает? Алюминиевая проводка. Можно было получше. Паркинг они обещали построить, когда будет востребовано. Детские площадки какие-никакие. Далековато ездить и все остальное. Не получается. Грубо говоря, ты же все-таки покупаешь как бы новое. Конечно, обидно. Это капельник. Вот так выглядит на сваи. Петли такое ощущение, что бушные где-то украли. У вас чистовая отделка. Но с другой стороны… Дверьки симпатичные. Двор. Выпилено, конечно, почти аккуратно. Прямо здесь розетка. Да, вроде работает. Где кухня показывается? Здесь первую аккуратную отделку. Чем выше колодец, дом смотрится красиво. Почему КВС не может поставить ровный и красивый забор? Видим с вами временное электричество. Смотрите, какая красота среди борщевика. Зелени, травы, колючек, лопухов. Есть вот такой даже спуск вниз, чтобы куда-то пройти. Пойдемте рискнем. А если у вас есть коляска, они даже это для коляски сделали из дерева. Но вот я не представляю родителей, которые здесь смогли бы коляску поднять. Здесь у нас плиты из бетона, дорожка. Птички поют, продажат одного гектара. Чтобы вы понимали, друзья, здесь все вот эти пулковские высоты уже давно распилены. Все это застроят домами. Представляете, вот сейчас КВС сдается потихонечку, сейчас ПСК сдастся, Сэтл сейчас начнет ключевую давать. Какое количество людей еще дополнительно поедет сюда? Здесь вопрос не в застройщике, а в самом, по моему личному мнению, городу, который выдает разрешение на строительство. Он понимает, какое количество жителей здесь будет жить, но при этом нет никакой инфраструктуры. Дополнительно ничего здесь, к сожалению, не сделано. И в часы пик вас ждут здесь постоянные пробки. Вроде, знаете, здесь и Московский район. Это очень престижно. Но физически это окраина, далекая окраина города. Камыш, осока, борщевик, полудохлые деревья, потому что вот это все заболоченная местность. Но зато красиво взлетают самолеты, есть заправка Сургут, нефть и газ, где кофе можно утром купить. И здесь друзья очень часто ходят. Вот видите, как девушка. Почему? Потому что это ближайший путь к остановке общественного транспорта. То есть, знаете, когда ты идешь на своих двоих, да, по такой дороге нормально. Но если у тебя коляска, то, конечно, это просто нет слов. Мог бы, конечно, застройщик хотя бы сделать нормально для жителей, раз город не в состоянии сделать нормальную среду для удобного и комфортного проживания. Тем более, первая очередь-то уже сдана. Вот в первых домах я был, где ужасное озеленение. Можно сказать, его просто нет. Мы сейчас с вами еще дальше пройдем, посмотрим. Здесь мы с вами видим тоже борщевик засохший и строительный городок. Вон, белес свое постирали. Трусы, носки и все такое. Ну вот видите, тоже вот видно, сушится одежда кого. Ну понятно, раз строительный городок, то строители. Понятно, что здесь делают строители. Все верно, друзья. Они здесь живут. Вот обращаю внимание, как должен в дальнейшем будет, когда сюда делают, выглядеть с высоты жилой комплекс Югтаун. Видите, что все дома колодцы, Г-образные, П-образные. По мне это худший вариант, что вообще может быть. Вон, типа, площадка для выгула собак, которую никто не видел. Так, что за обозначение? Вот тоже, да, вот что? Ну вот это школа, да? Школа где? А если мы, например, вот здесь, а вот одна школа, вот здесь будет вторая школа. Школа, вот она, строится. Помню, подписчик писал, Андрей, пришел, ничего не видит, а там школа почти готова. Где готова-то там еще строить и строить, а еще и внутри делать отделку. Заезд-выезд. Арматура. Все же сдано, да? Арматура. Вот видно, что тяжелая техника заезжала. Вот как в тот раз все было, все, в принципе, так и осталось. Ничего здесь не изменилось. Видим отсутствие газонов. Видим вот такой убогий строительный забор. Знаете, у меня такое ощущение, что на грузовой технике кто-то с разгона. Как была вот эта несанкционированная реклама, так она здесь и осталась. Как вот шло вот это временное электричество, вот она вот так все идет. Что это вообще за вид? Спасибо, что здесь открылся хотя бы Дикси. За продуктами не нужно в зеленый квартал, знаете, круги наматывать или вниз в город ехать для того, чтобы вообще еды себе купить. Вот спасибо Дикси, что они так быстро смогли это сделать и обеспечить продуктами определенное количество жителей, которые уже заехали. Вот уважаемый застройщик, управляющий компанией, вот это для чего вы лентами затянули? Что здесь такое? Минное поле у вас, что здесь происходит? Где вообще газонная трава обещанная? Где? 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 Для меня сеть магазинов Дикси это самый-самый низкий уровень. У них магазины все очень специфические, кто был, тот знает. Не так давно они, я вот увидел, что они стали что-то их поприличнее делать, потому что до этого там просто было, для меня было лично название этих магазинов одним словом, это гадюшник. Вот это я все обозревал, в прошлый раз там было закрыто, мне уже было лень туда далеко идти, и времени столько не было. Сейчас мы пройдем дальше, которые дальше с данных корпуса, потому что здесь на рендерах застройщика просто офигенное зеленение, осады, вот эти убогие пирамидки. А по факту все как-то, знаете, сделано через одно место. Ну что, туда сейчас дойдем, посмотрим, как там смогли ли они. Если голову повернуть направо, то мы видим. Знаете, вот у меня сразу складывается впечатление, когда я вот вижу вот этот профнастил, что застройщик со всех своих строек убитый профнастил привез сюда, в этот югтаун, и вот здесь поставил. Типа, ну здесь чуть дальше, никто ничего не видит, и забор нормально. Во-первых, по мне это ужасающее отношение к своим клиентам, которые уже приобрели квартиры, ходят здесь каждый день и видят вот это говнище. Нет у меня другого слова. Это неуважение к другим жителям, к людям, к гостям, которые сюда приезжают, ну и в первую очередь к самому, к себе. Как так можно вы дома у себя вот этот профнастиль разместите на свой собняк, где-нибудь за границей поместите, нафига вы его так делаете, почему не сделать красивый забор, чтобы было видно, что действительно это стройплощадка. Не знаю, съедите в Финляндию, съедите в другие страны, посмотрите, как там сделано, чего вот это такое вообще, просто какая-то жесть. Еще вот момент, да, вот знаете, вот здесь вы будете ходить каждый день на остановку, сюда ничего пока не ездит, никакой транспорт. То есть с самого последнего дома надо вот туда тащиться для того, чтобы дойти, прямо на Пулковской выходить, для того, чтобы куда-то съесть и вообще доехать. Почему нельзя здесь было сделать какую-то, знаете, нормальную такую пешеходную дорожку, красивую брусчатку вместо асфальта, посадить деревья, чтобы ты шел, у тебя хотелось приходить, возвращаться сюда. А так идешь, вот солнце жарит, трындец. А потом все будет в снегу и непонятно вообще, как застройщик все это будет убирать. Ну что, друзья, из озеленения основное, это просто вот такая недотрава. Какие-то, ну вот забыл, как они называются, вот эти штуки. Кустарника здесь нет, несоответствие рендеров стопроцентное. Я не понимаю, почему застройщик рисует одно, ну вот смотрите, вот так же он не рисует убитые эти деревья, которые не выросли. А рисуют деревьям как будто уже сто лет в обед, а по факту деревьев-то практически нет. Одно, два, три, все. А ту и ту, и вот. Пару ту и повыше, пониже, блин, и все. Вот эта трава, которая росла на этих полях, чего больше ничего нет. Витрины не отмыты, зато два красных и белых. Приходите в Югтаун и наслажайтесь, и бухайте, просто бухайте. Тут можно зайти бухнуть, там уже открыли, можно бухнуть. А где, я не знаю, там аптека, где они, это же вот сдают в аренду, продают. Вы когда заключаете договор, тогда уж как-то обозначайте, что здесь должно быть. Почему всегда все в алкоголе, в шаверме и в пивточках. Почему нельзя сделать аптеку, почему нельзя сделать развивающий центр. А никому это не надо. Кто деньги платит, тот и снимает. Вот хоть пункт выдачи есть. Валберс, Озон, все. Аренда, знаете, купили в аренду, сдают, еще им ремонт сделай. Потом тебя выгонят и все, и все останется им. Ну и где озеленение, где вот это, что такое. Вот это двор. Это реально в тюрьму, в больницу какую-то пришло. В лучшем случае это больница. Вот не хватает только, знаете, колючей проволоки. Да, слов просто, друзья, нет. Фасад тоже криво-косо. Не знаю почему, в науке я смотрел, там ровно. Здесь почему они ровно не смогли сделать, знаете, непонятно. Цоколь из искусственного камня, отмозка по классике из асфальта. И вот видите, вот эти темные, это вот уже провалилось оно. И они просто вот это, знаете, асфальтиком подзалили, чтобы в глаза не бросалось. Качество. Ну вот видно, большое количество тоже стеклопакетов. Такой разделитель мощный поставили. Наверное, чтобы на танках и БТР не проехали. Вообще не понимаю, для чего вот это все. Так. О, вот туда, а, туда есть выезд. Ну-ка, и куда эта дорога здесь ведет? Кто знает. Это заезд получается, да? Яндекс показывает, что там тупик. Не знаю, так или нет. Местные напишите, пожалуйста, там вообще выезды есть или нет. Из плюсов здесь, конечно, что большой указатель виден. Улица Нины Петровой, 10 корпус, 1 строение 1, а юг – Таун. А, кстати, в этих комплексах ни одного нет информации о том, что здесь были жесткие бои и сдерживали натикс фашистов у блокадного Ленинграда. Так, вот впереди мы видим какой-то памятник. Давайте сейчас туда дойдем, посмотрим, что же там. Вот видно, 41-й, 45-й год. Полагаю, что это не застройщик делает, да? Это уже за... Вот тоже, вот смотрите, вот. Есть парковка, но ведь она платная. Сколько стоит кусок асфальта? Парковаться-то здесь негде. Почему негде? А потому что парковок у нас как обычно. Знаете, вот я сюда, я смотрю, ржу просто с этого, когда пишут в проектах. А у нас положено 200 мест, из них 50 в комплексе, а 150 вне территории комплекса. А где вне территории комплекса? На Пулковском шоссе, в соседних дворах, где это? У меня всегда вот такие вопросы возникают. Почему это разрешают делать? Ну, я полагаю, понимаете сами, почему. Стелла, 41-й, 45-й год. И скамейки, урны, забиты мусором. Умершие кусты, потому что их в кадушках никто не поливает. А это воинское захоронение, Верхняя Кузьмина. 41-й, 44-й год. Братская могила героических защитников Ленингарда храняется государством. Понятно, да, что это не застройщик. Понятно, что за этим никто не следит. Блин, ну что такое трындец какой-то. Мертвые цветы хоть надо поубирать. Я вот, знаете, друзья, смотрю на эти цветы, и, знаете, ну, такое ощущение, что просто показуха. 9 мая пришли, возложили. А дальше все. По телевизору красиво показали. Смотрите, какие мы красавчики. А свежих-то нет. Нет свежих. Ну, вот так, полагаю, намного лучше, чем, соответственно, было. Был бы у меня веник, я бы еще бы и подмел бы братская могила. И, видите, здесь безыменные солдаты, которые пали героями, защищая нашу страну, рубежи блокадного Ленинграда, где вот теперь все вот так застраивают, без каких-либо упоминаний об этом. И, знаете, нужно было хотя бы здесь делать, чтобы нужно было пройти по короткому пути, а не вдоль всей этой парковки. Всем плевать на историю, на наших дедов, на героев. Главное, вот там все застроить, заработать деньги, больше никому ничего не нужно. А то, что погибло во время Второй мировой войны огромное количество русских людей. И вот сейчас мы выходим с этого места. Вот там, знаете, вот эта память, и за ней почему-то никто не следит. Честно, очень обидно. Да, друзья, здесь получается тупик, и просто люди паркуют автомобили, потому что с парковочными местами здесь проблематично. А впереди с вами видим вот не только борщевик, зеленая травка, а экспофорум. Вот можно пройти к водохранилищу. Ну, как раз работу ведет застройщик ЛСР, Пулково-Лейк. Лейк в переводе с английского – это озеро. Не знаю, почему по-русски было не назвать. Хотя бы подумали бы про то, что здесь плевло большое количество наших бойцов, отстаивали эту землю русскую от фашистов. Но почему-то американские названия всегда есть. Знаете, мне было бы тяжело представить, что в Европе или в Америке они называют комплекс «Красная площадь» по-русски или еще какое-то название. Нет, никто этим не занимается. Все называют названия на языке своей страны. Колхозные поля бывшие территория. А впереди борщевичок. Здрасте. Тут видим, что местные люди облюбовали эти места. Здесь жарят шашлык. Вот так выглядит водохранилище, друзья, которое маркетологи-застройщика обозвали у Зером. Есть рыбаки, ловят рыбку. Да, вид, конечно, здесь открывается красивый. Вот оно еще там дальше идет, оно там еще больше. Вот смотрите, тут ничего не облагорожено. Это просто водохранилище. Водохранилище – это охраняемый государственным объектом, где просто хранится вода. Вот здесь за полем борщевика, вот сейчас в центре кадра, вы видите, как раз работает, ну, его, в общем, стоит, в общем, то ли экскаважер, то ли еще кто-то желтый. Вот здесь как раз будет Пулково-Лейк от ЛСР. Тут, друзья, ну, смысла никакого смотреть нечего, потому что вообще у них ничего нет, они только разрабатывают территорию. Напомню, экспофорум, напомню, Пулковское шоссе, ну, известный уже всем жилой комплекс, вот это Московский район, ой, это Шушары, а через дорогу переходим, и это уже Московский район, где как раз Сеттл и ПСК возводят свои объекты. В общем, я полагал изначально, что это от застройщика копают для того, чтобы какие-то коммуникации проводить, оказалось, это ребята за свои средства ищут опавших бойцов, и то, что мы вот с вами видели безымянное захоронение, это как раз ребята здесь откопали, а на данный момент здесь нашли большое количество снарядов с Великой Отечественной войны, поэтому там сотрудник полиции дежурит для того, чтобы не произошло несчастного случая. А вот здесь на поле была деревушка до войны, во время войны, конечно, от нее ничего не осталось, а вот здесь проходили линии обороны, здесь были противотанковые рвы, ежи, эти окопы, блиндажи, различные укрепления, а вот тут были фашисты, где вот эти дома, здесь как раз были фашисты. Вот наша, друзья, история, которая теперь запечатлена в монолит. То ли это они сами так сделали, хорошо подобранных красок, здесь люди читают и обмениваются книжками. Ну и вместо асфальта сверху маркизы, светодиодное остекление, важных мелочей. То есть здесь тоже есть отделка. И вот это, друзья, доска, а вот паркинг, прятаться за высоким бетонным забором. Знаете, вот на это все смотришь и понимаешь, просто сказка. Блин, реально круто. Сосновый лес, индекс дома, а у кого-то до сих пор Новый год. Интересное решение, уютный дом, пекарни, вино. О, а у нас тут открыто. Зайдя на Авито, мы увидим, что в жилом комплексе «Зеленый квартал» достаточно большое количество предложений по покупке квартир. За однокомнатную квартиру в «Зеленом квартале» на сегодняшний день на вторичном рынке просят от 5 миллионов 800 тысяч рублей. И это еще без торга. Знаете, где жить хорошо в таком объеме квартиры не продают? Это касается всех новостроек. Чем больше продают в проекте квартир, тем больше вопросов к качеству жизни в этих проектах. Интересен маркетинговый проект от ЛСР по Кавалей с озером водохранилищем. Но как только посмотришь на озеро водохранилища в живую, или хотя бы загуглишь на Яндекс-картах, маркетинг застройщика улетучивается. Парадный ансамбль это тот же проект «Зеленого квартала», только с измененным фасадом и отделкой мопов. Все те же плюсы и минусы стандартных проектов от Сетл. Из всех проектов я для себя отметил Плюс Пулковский от ПСК. На мой взгляд, симпатичный по рендерам смотрится архитектура и отделка мопов. Да и ожидания от качества строительства у меня от проекта Плюс Пулковский гораздо выше, чем от соседних. Но, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Нужна помощь с недвижимостью? Обращайтесь. Помогу найти оптимальный вариант. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok